Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую. В ближайшие дни нас ждут два крутых события на платформе Magnetic. Так будет запущен обновленный мост, где будет показана история обменов, а также статус текущего обмена. И мост выйдет из бета-тестирования. Плюс будет майнинг в сети Xahao. В Magnetic пишут, что мы запустим майнинг пул для токенов МАК и, внимание, для Evernote монет Эвер. Мы сами будем спонсировать пул, чтобы каждый мог торговать монеты Эвер и получать за это вознаграждение. Также нам нравится вносить свой вклад в сеть Xahao и Evernote, и мы будем продолжать это делать. В прошлом видео я вам рассказал о том, что можно запустить хосты в Evernote и получать пассивный доход от этого. Я хочу отметить, что монета Эвер, как начался ажиотаж по запуску хостов, показала более 8,5 иксов всего за 5 дней. Получается, спрос на монету Эвер из-за запуска хостов превышает объем продаж монет с этих самых хостов. Я сам запустил 5 хостов в партнерстве с платформой Magnetic 50 на 50, где Magnetic берет на себя все обязательства по запуску и настройке хостов, а вам остается лишь собирать сливки. Для этого я купил 100 монет Han и 2500 монет Эвер. Напомню, что минимальный контракт с Magnetic – это оплата 5 хостов. И 4 дня назад мне это обошлось примерно в 1700 XRP. Если покупать сейчас, то это будет подороже из-за роста курса монеты Эвер. Конечно, некоторые в нашем сообществе посоветились заранее, купили намного дешевле монет Эвер и запустили еще больше хостов. И уже хосты отбили и теперь получают чистую прибыль с них. Мой же результат за 4 дня такой. В первый неполный день работы с 5 хостов было получено 164 монеты Эвер. Во второй день – 268 монет Эвер. В третий день – 207 монет Эвер. И в четвертый день, то есть сегодня, 171 монета. А это примерно 223 XRP за сегодня. Это, конечно, круто. Получается, что из 1700 XRP вложенных средств мною вернулось за 4 последних дня в XRP 729, что говорит о хорошей скорости отдачи вложенных средств. Конечно, если бы я сразу их не продавал, а оставлял, то можно было даже вернуть уже больше. Также тот факт, что теперь помимо самого Эвернот и хайпа на хостах, команда Magnetic будет поддерживать монету Эвер, запустив пул майнинга, придает еще больше уверенности в получении стабильного пассивного дохода, плюс еще будет доход от майнинга пула монеты Эвер на Magnetic. Все ссылки на Magnetic будут в описании к видео. Переходите, изучайте и присоединяйтесь к нам. Еще одна новость – Дэвид Шварц рассказал о распределении 99% монет XRP и его выбор акций Ripple. И он пишет, что XRP был распределен так – Джет Маккали получил 9%, Крис Ларсен – тоже 9% XRP, Артур Бритто – 2%. Компания OpenCoin получила почти 80% монет. Теперь, как мы знаем, OpenCoin называется компанией Ripple. И бета-тестеры и разработчики получили 0.13% монет. Заметим, что сам Дэвид Шварц там в списке отсутствует. И он подтвердил, что отказался от XRP в пользу акций Ripple, хотя он до сих пор не уверен, было ли это решение правильным. По его словам, XRP – это более ликвидный актив, чем акции не публичной компании. И на данный момент акция Ripple стоит около 11,3 млрд долларов и компания хочет выкупить их за 285 млн долларов. Также еще одна новость. Компания Ripple выступает против запросов СЭК о предоставлении отчетности. СЭК в своем предыдущем заявлении стремится заставить компанию Ripple предоставить финансовую отчетность за 2022 и 2023 годы, а также контракты после подачи жалобы на продажу или передачи XRP контрагентам, не являющимся сотрудниками. Регулятор ценных бумаг также хочет, чтобы компания указала сумму доходов от институциональных продаж XRP, полученных после подачи жалобы по некоторым инвестиционным контрактам. От себя я хочу сказать, я бы на месте СЭК вообще запретил компании Ripple продавать XRP и заблокировать условное депонирование. Вот тогда бы мы и посмотрели, как будет крутиться компания Ripple и рассказывать нам про медведей в подсолнуху. Сразу бы наше дело ускорилось, так как им нужно было брать откуда-то деньги. Тогда, конечно, они начали бы раскручивать Криса Ларсона на его миллиарды монет и помпить цену на рынке. Без выбросов каждый месяц миллиардов XRP. Ну а по факту СЭК вообще ничего не может сделать, кроме затяжки времени и отпугивания инвесторов от XRP, что в принципе компания Ripple и нужно. И сама компания Ripple не так простая и, конечно же, выступает против этих запросов СЭК. Еще одна новость. Компания Flare лидирует в топ-100 криптолюд с хорошим приростом. Рост обусловлен с тем, что Flare связан с крупными партнерскими отношениями. Три дня назад протокол включил Google Cloud в качестве поставщика инфраструктуры для проверки сети внесения вклада в Oracle Flame Times Series. Кроме того, команда Flare порадовала сообщество солидным обновлением коэффициентов ставок. За последние две недели энтузиасты Flare вложили почти 1 миллиард Flare в стейкинг, что соответствует увеличению на 33%. В то же время энтузиасты сообщества обсуждают возможность листинга активов Flare на крупнейшей в мире криптолюдной бирже Binance. Также еще CryptoBillBow показывает график XRP за 2017 и 2024 год и пишет, что цена на XRP, по которой произошло снижение на днях, очень похожа на движение в 2017 году перед началом роста. Люди будут идти в лины. Шокируйте мир, как говорится, поживем увидим. Капиталист Черный Лебедь говорит, давайте проясним ситуацию. Цифровой актив компании Ripple XRP не пользуется ажиотажем вокруг биткоина. Это также не связано с судьбой биткоина. Он делает свое дело в мире финансов. Лично я вижу, что XRP оторвется от биткоина, когда институционалы будут готовы. Также Чатштайнграбер пишет, теперь когда вам показали, как быстро растут эти фонды, подумайте вот о чем. Фонд Grayscale имеет физическую поддержку в размере 1,04 XRP на одну акцию. Это означает, что как только это будет добавлено к реальной торговле, она будет работать так же, как и с биткоином. Если кто-то покупает акции на 1 миллион долларов, фонд покупает 1 миллион XRP. И в заключение видео Мэйсон Вер-Люис пишет, итак платформа X создает Xpayments. Это правильно, потому что они позволяют сделать это монетам X, таким как XRP, XLM, Stellar, XDC и некоторым другим. И он говорит, я хочу видеть массовую криптоинтеграцию от X. Измените мир, Илон, и подождите секс плюс банки с этой пьесы. В свою очередь, я вам хочу напомнить, что я еще 3 года назад говорил о монетах X и о том, что нам эти X показывают во всех сферах. Многие мне не верили, но сейчас я замечаю, что стали чаще появляться подобные посты об X от разных совершенно людей. И мы с вами видим, что уже о X открыто нам говорят глобалистские организации. И весь мир хотят подогнать под их X. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok